Да, но теперь вы уже должны задаваться эти вопросы. Ну, не в том смысле, чтобы прийти и сказать, так, хватит нам тут тематических проповедей. Понимаете, мы не для критики кого-то, потому что есть такая проблема, нет, мы для... Ну, объяснительно, а здесь такое слово, оно, знаете, может нас немножко... Вообще ее называют библейской. Да, библейской ее называют. Как все библейские? Да, все библейские. Если каждая любая проповеди очень внимательно работает с текстом, все будут библейскими. Но вот гомилеты библейской проповеди объясняют, они не только ее называют библейской. Но потому что ее задача изъяснить библейский фрагмент или фрагмент библейского текста. Поэтому объяснители... Это не в смысле, что проповедник объясняет что-то. Все проповеди объясняют, текстуальное и тематическое. Да, тематическое, она объясняет, что такое освящение. Или как там сделать три ступени для прорыва, или три ступени для духовного роста. Пять шагов для преодоления там неверного мышления и получить в конечном итоге после пятого проходения успех какой-то. Это семинары, тренинги по бизнесу. Которые иногда приходят на кафедру церковную. То, если вы начнете изучать менеджмент, в психологии вы вдруг увидите, что многие проповеди тупо воспроизводят семинары по менеджменту и маркетингу. Почему? Потому что они подкупают чем? Практичностью. Да? Но это не есть библейская проповедь. Это не есть проповедь Библии. Я не против семинаров по обучению. Я провожу семинары там, следуя за своей мечтой. Вот по вечерам. Вот сегодня здесь в переулке Жуковского за этого. Не-не, за оперным. На группу поддержки для мужчин. Там и вот по общению был такой семинар. Был такой плод, что парень, который пришел в церковь, поменял свое отношение вообще к общению с людьми, с мамой. Баба пришла в церковь, говорит, вы знаете, я не хожу в никакую церковь. У нас-то есть блок знакомства, говорит. Я пришла в вашу церковь. Я думаю, ну сейчас начнется. Скажите вам спасибо. Что-то с моим сыном произошло. А то три года он был в какой-то церкви, там три года его так запаковали. И он пришел такой вот, это самое. Такой, ну, что мы вообще думали, что сына. Они вообще, ну, при слове церковь, они просто, у них был такой негативный опыт какой-то церковности. Я не буду называть имя, название этой церкви, вот. Что он там такой, говорит. А теперь мы видим нормального человека. Ну, в смысле, ну, я такой пронесло. Знаете, у нас так свободно, мало, что человек скажет, что тут затянули моего сына в секту. Вот. Там тоже мы говорим о семинаре, но библейская проповедь на богослужении – это не менеджмент, не маркетинг, не вот эти вот семь шагов или три ступени к преодолению, к прорыву, погружению, там, преображению, еще чего-то. Это встреча церкви с Богом через Его Слово. Какова ее величие и какова ее ответственность, понимаете? Это все семинаре, а то все в обучении, то есть я, как бы, понятно, я не против этих феек, но для этого есть обучение, пожалуйста. Но когда я слышу, включаю, и когда вот, ну, я по своим ребятам, делайте, сделайте мониторинг проповедей, включите СНЛ там или еще что-то, просто слушайте. И начинаете анализировать. И вот они говорят, слушай, так там же просто, говорит, сахарная вата, а не проповедь. Вроде бы всего много такое, да, вот все раз-раз-раз, а питательности, ну, вот, вот этой сахарной ваты, да, очень мало. Значит, там было мало, еще есть даже такие там пособия, но это уже не, кстати, проповеди, но вот, особенно по лидерству, где так смотришь, там, Иисус, Его команда, там, Моисей, этот, Иисус Навин, там, лидер-ученик, все там. И, то есть, находят в Библии то, чего, в принципе, изначально там Библия не предполагала. И даже я посетил одну конференцию, семинар очень известного автора, но у него есть две книги. Одна для светского контекста, он известный такой по менеджеру, по менеджменту и лидерству, а одна, он верующий, для церкви. Они похожи, единственное, что он для церкви заменил реальные истории и примеры из жизни библейскими стихами. Так вот, я не верю вот это, когда берут какую-то схему и посыпали библейскими стихами, сказали, это библейское. Мне это больше нравится, потому что там реальные жизни и реальные примеры, то есть, он видел эти законы, они работают. Это правда. Для того, чтобы меня увидеть, что это можно принять, не обязательно посыпать это сверху библейскими стишками. Ну, понимаете? А? То есть, не обязательно, потому что, если Ньютон увидел, что яблоко упало, открыл закон, так это закон, так Бог устроил. Если мы видим какие-то законы в обществе, это законы повторяющие, это закон, я ему верю. Я очень нормально отношусь к науке, и я многих верующих, зря мы не находимся в контексте фундаментальных наук. Ну, там есть многие верующие, у нас есть конфликт. Наука, она, в принципе, что она открывает? Она открывает творение Творца, которое уже заложил, поэтому в Откровении есть общее и специальное. Общее это творение, ну, в богословии называется самораскрытие Творца, в структуре творения, в том, чем занимается наука. Я вчера поговорил, да, что у нас есть проблема зеркальная. Атеисты, безбожники изучают творение, но отвергают Творца. Мы такие все там, Творца, игнорируем творение. Так вот, это то, что он написал, он видел в творении вещи, и я этому верю. Но когда он эти законы приложил туда, почему-то прилепил туда библейские стишки, я этому не верю. Однажды, как мы, когда молодежи так говорили, а молодежь образована, говорит, нет, это все. И парень говорит, нет, нет, я говорю, ты что делаешь? Ты, мы сейчас гробим авторитет Библии, потому что реально автор сделал просто лажу. Хотя бы хороший человек, ему не нужно было этого делать. Или найти какие-то адекватные примеры, понимаете, да, вот поэтому. Проповедь, воскресенье, должна провозглашать Божью истину. А поэтому нужно вот этот вот лабиринт пройти, чтобы там God loves you. Поэтому чаще всего мы встречаем тематические проповеди, да. Но это неплохо, то есть если действительно они строятся на надежных, если каждые, скажем, три пункта, это хорошие основания, имеют, ну, в всем библейском. Но есть проблемы, поэтому я больше сторонник таких объяснительных, вот так, ну, немножко текстуальных. И хочу с вами начать, то есть чтобы вы начали свой, если будете проповедовать, начали с такой, как минимум, текстуальной, но объяснительной проповеди, библейской проповеди. Один текст, одна тема, одна библейская истина, одно применение. Вырастите, сможете жонглировать там многими хорошо, но начните, вы почувствуете авторитет. Но не свой авторитет, авторитет слова, на котором вы сами основываетесь, который вы провозглашаете. И вспомним, с чем мы начали. Пророки еще доверили, что слово, оно действует, и оно будет действовать. А не вот эти вот семинары по... Есть, так? Вот, кстати, я сегодня как раз утром одну книжку, увидел себе книжку, возвращаясь к объяснительной проповеди. Вот это вот Джона Маккартура, и там это сборник статей. И вдруг я увидел, что как вот, ну просто как пример на Иосифа, потому что я проповедую его повествовательно, да, то есть использую уже не пункты, а сам сюжет. У меня нет времени эту проповедь воспроизвести, то есть я как бы создаю эту историю, картину. Это один момент, но это нужно, надо понять историю, любить. Ну вот я видел такой пример. Идея, да, проповеди Иосифа – образец богоугодного характера. Вот такая вот идея, да. Тема – будь готов, будь как Иосиф. Ну в нашем смысле мы скажем, что я хочу вдохновить, скажем, молодежь, молодых парней поступать так, как Иосиф, да. А как он поступал? Ну вот первое – противостать аморальности, это сцена Иосифа и жены Патифара. Второе – усердно трудиться, как Иосиф был честен и профессионален, когда работал в тюрьме, потом работал в Египте. И третье – прощать других, как Иосиф. Но я посмотрел, привел пример. Я думаю, что может быть каждый пункт можно взять, не делай три, потому что, значит, противостай аморальности, трудись усердно, прощай. Ну много. То есть можно, если создать эту историю, если сделать ее повествовательной, да, потому что в истории это магия, да, там человек выходит. Но для нашей пробы я бы сказал бы так, давайте взять что-то одно. Например, я хочу вдохновить молодых людей, противостоять аморальной пропаганде, которая звучит сейчас, особенно когда они на работе, могут приставать какие-то женщины, особенно если начальница. Может быть, может быть, как Иосиф, я беру один пункт. Достаточно, да? Но опять же, я знаю контекст. Или усердно трудиться. Я хочу вдохновить свою церковь, я хочу вдохновить людей, быть честными на своей работе, показывать. И вы получите успех. Несмотря на те проблемы, которые были у Иосифа, его честность, последовательность, порядочность, этичность на рабочем месте привела его к действительно успеху. И это не когда-то 3-5 шагов прорыва или успеха. Или же прощать других. Хорошая тема, проблема семьи, примирение. Понимаете, смотрите, 3 пункта – это классно. Но это уже если церковь, как, если церковь, я представляю, что церковь Джона Маккартура, они привыкли. Они там пишут конспекты, там они потом, они сидят, да. Для такой церкви, когда уже, знаете, уже присела на такой вид проповеди, это еще нормально. Но не все церкви сидят и пишут конспекты, и не всем распечатки, понимаете. Это можно, я не против, но просто сами видите, 3 целых потрясающих темы. Для молодежи, для взрослых, для конфликтующих семей, для, скажем, неисцеленных ран, внутрисемейных каких-то конфликтов и раздоров между братьями, родственниками. А когда, знаете, церкви уже там не такие вековые, там же семейные семьи, там уже у них дети, внуки, там очень много конфликтов. Есть просто истории непримирения. Третий пункт, это может быть хорошей основой. Такое претерпеть от родственников, от братьев, от родных. И вместе с тем, просто удивительно, что с ним сделал Бог, как он прожил такую историю, тяжелую жизнь. Он не обозлился, он не ожесточился, да, он не стал циником. Понимаете? Видите, каждый пункт здесь достоин отдельной проповеди. Понятно сейчас? Я беру один текст, я дал, если церковь уже знает эту историю, все, ее не нужно повторять. То есть это все зависит, насколько церковь уже, Библия, история вплетена в жизни и сознание церкви. Это вот наша задача, вот насколько мы ее закатаем. Но если уже церковь знакома, да, то есть, пожалуйста, один пункт, прощение других. Все, я хочу вдохновить наших братьев и сестер, мы говорим, чтобы они научились прощать и восстановить отношения с своими, ну, родными. И просто прощать, да, то есть это, и рассказывать эту мою историю. Все, вот моя проповедь. Будет касаться только одного из этих пунктов. Понимаете, вот, какое я делаю отличие? Что там очень много примеров для подражания у Иосифа, да. Но и три, они классные. Но вот сейчас у меня одна возможность. Вы меня пригласили в вашу общину, дали мне 20 минут. И у меня есть только одна возможность. И все, и я выберу только одну, одну идею, одну тему, одну библейскую истину и одно применение. Я уеду, вы будете помнить, о, когда-то говорили о прощении, примирении. А если я говорил о противостоянии моральности, о усердном труде, а это же каждый пункт требует какого-то аргументации, иллюстрации, да, то о прощании, ну, был Сергей, да, там, помнишь, что там, что там, помнишь, помнишь, и, конечно, что-то запомнится из этого. Ну, если бы это была лекция, да, у вас были конспекты, или потом зашли ко мне на сайт, а там висит статья, книга, не вопрос. Но проповедь это совсем другое. Победить, вдохновить, сделать, как Иосиф. Либо противостоять, либо усердно трудиться, либо прощать. Но одно, что-то одно. Понятно, да? Вам только что раздали на переменке листочки. Ну, нашел я вот такой фон, да, я всегда люблю какие-то для себя фоны, пауэрпоинт, не знаю, это видно, мне так понравилось, это такая, знаете, так, развернутая книжка, это заметки для проповеди. Это видно, в какой-то церкви раздаются или что, или для проповедников, не знаю, sermon notes, то есть заметки проповеди. Я так себе решил сделать так для пауэрпоинта. Ну, правда так? Прикольно, да? У меня в церкви дизайнер, я всегда после какого-то пауэрпоинта говорю, ну, ты заметил, какие там были цвета, ну, когда там, ну, все оно видно, да? Он говорит, да, ну, вот там, я говорю, ну, нет, хорошо, скажи это, а я потом подправлю. И он просто понимает, он сам, он такой эстет, он первый меня научил, помню, когда впервые начал пауэрпоинт использовать там, что было, он говорит, что это за деревенчато, что это за ужасные такие цвета. Я такой, как это? Я уже знаю, он там сидит, мне нужно, чтобы шрифт, цвета, все соответствовало, какие-то новые там навороты. Им очень понравилась там последняя там идея. Значит, потом мы, после того, как все сформировали, поработали, мы теперь что? И тут классика жанра, три пункта стихотворения. Да, в любом случае, это может быть два. Я сначала утром написал, ну, было два, утром дописал третий, думаю. Ну, почему? Потому что у меня есть маленький примерчик. Это последняя моя проповедь, и это, конечно, комбинация. Ну, сейчас я раздам ее. Нажатый, поэтому видите, она сидит в виду. Это специально сделал. Я не всегда делаю конспекты проповеди, не всегда даю. Но в этот раз была проповедь такой немножко, не то чтобы тяжеловесной, там было больше, больше текстов, да, больше текстов. Ну, я просто хотел, чтобы мы эти тексты прочитали, да, то есть они были важны. Это был праздник жатвы. Нам даже написано, когда, да, 24-го, 10-го. Был праздник жатвы, и было, я понял, что было действо, да. Это, мы изучаем апостола Павла, и это послание Галатам, и там Павел говорит о плодах Духа. И как раз праздник жатва, и плоды, то есть это метафора такая вот, садово-огородническая как раз. И они показывают, что эти плоды, это плоды Духа, которые соединяют, да, любовь, мир, ну, что все богословие духовности Павла, это что Дух нас соединяет, все дары, все действия, плоды Духа нас соединить. Напротив же дела плоти разобщают, ну, раздирают, да, вот. И хотелось, чтобы это было иллюстративно. Я подготовил команду, они были, ну, просто купили зеленые, я просил желтые, купили зеленые, я был один в желтом, но, опять же, я так встал, типа вот листочки и вот эти апельсинчик, да, то есть, ну, все равно как бы сыграли. И в момент проповеди ребята резали, там, команда резали салат фруктовый. То есть, это как бы был образ командной работы, как мы служим, как каждый приносит эти плоды, и вместе получается такой вкусный, хороший салат, то есть, атмосфера, да. То есть, это была идея, ну, в смысле, была образ, картинка, да, что я хотел донести. Так как проповедь работала сложными, иногда, может быть, тоже сложными концепциями и несколько стихов, мне нужно было облегчить, или облегчить, облегчить запоминание, поэтому я им сделал вот это, да, потому что будет сказано, понимаете, я тут уже комбинирую, потому что будет сказано много, но мне должны запомнить главное. Это был праздник, это и всегда, так, поэтому я им дал такой конспект вспомогательный. Здесь, видите, вверху основная идея, она немножко сложная, поэтому я ее написал, ее не запомнишь сразу, но, в принципе, я ее написал, идет три тезисных пункта и в конце базовый текст. Я просто понимал, что из того количества информации, которое я скажу, вряд ли они смогут вычинить это, потому что если было попроще, люди бы запомнили, да, когда со мной пары поинт, поэтому я специально сделал, чтобы это, ну, можно делать, но в каких-то случаях. Все, теперь люди могут посмотреть, вспомнить, да, это было, как бы, ну, чуть расширенный вариант. Вы видите, что проповедь, вот мы берем наш вот этот вот, мы себе пишем текст, да, базовый, для себя пишем уже заглавие, то есть то, что тезисное утверждение, это одно, потом я уже формирую название проповеди. Иногда я себе делаю, иногда не делаю название проповеди, то есть, иногда я там пишу, там, там, новая голливудская история, это название вообще ничего не говорит, да, что-то такое интересно, но потом расскажу, это история про Иосифа. Поэтому, ну, для нас мы пишем заглавие, проповедь там о том-то, о том-то, о том-то, то есть какую мы тему даем. Если вы используете PowerPoint, вы можете дать такую картинку, вот сейчас покажу маленький пример, вот с этой жадкой, да. Вот, все, это базовая картинка, да, она висела на втором экране, она всегда там висела, а это вот начало проповеди. Базовый текст по плодам, видите, уже несколько, я собираюсь с нескольких, ну, то есть, это не было просто проповедь из одного текста, но он уже был базовый, но это призма, призма, через которую я хотел, чтобы мы понимали, кто мы, что по плодам, ну, праздник жад, это более как такая объяснительно-тематическая проповедь, да, потому что это был праздник. Вот. Мое начало, то есть, видите, здесь, введение. Проповедь может иметь два тезиса, да, но это не два разных тезиса, а два тезиса, которые развивают, смотрите, вот первый тезис, да, и он делится на какое-то доказательство, туда входит объяснение, иллюстрация, пример, применение. Если вам достаточно одного доказательства, нормально, если тезис еще нужно, нужно еще чем-то, значит, второе доказательство, это тоже объяснение, иллюстрация, пример, применение. Так, в принципе, выстроена вся проповедь. Мы немножко о структуре еще дальше поговорим. Это основная вещь, ну, основная структура, так? Так, но никто же не хочет, первый пункт, да, это мне план, это план для меня, но единственное, я сделал исключение для людей. В чем проблема, опять же, допустим, нужда церкви? То есть, у меня есть идея вдохновить церковь, по примеру, как апостол Павел призывает, призывает галатийскую церковь, чтобы больше было плодов духа, радости, мира, любви, потому что законничество порождает конфликтность. Всегда есть к чему прицепиться, всегда есть за что порицать, всегда есть за что убивать, исключать, все. То есть, это вот мы просто изучали, это послание проходили, то есть, церковь уже была в контексте, да. Единственное, на жатву я хотел, чтобы действительно царствовали плоды, плоды, вот, и они создают атмосферу и отношения. Конечно, я ее завернул в несколько руловых проповедь. Введение. Введение, это не то, что там, введение, проповедь о том, хотя, может быть, это такое введение. Мое было введение такое. Я выхожу в фартухе и начинаю так. Я говорю, множество профессий, которые есть всегда, ну, оставляют какой-то результат. Есть плоды любой профессии. Когда смотришь на инженера, там, состроителя, смотришь его плод деятельности, мозг, который там уже стоит столетиями, и поражаешься этим этим сложным, ну, этим расчетом. Или там меня вдохновляют, удивляют авиаконструкторы. Ну, это же надо иметь такую смелость, слепить нас, и чтобы мы там летали. То есть это, ну, просто невероятно. Множество профессий имеют, ну, какие-то плоды. Я не знаю, какие, вот, что за профессии у меня. Вот я не могу понять. У меня вот был такой момент, что мне даже стыдно было сказать, что я пастор, потому что я не знаю, ну, какие плоды вот моей деятельности. Даже когда я ехал в поезде, это же, ну, и три женщины было, я вышел, потому что они перевелись. И молодая девушка вышла, а я читал книгу на английском. Она говорит, ну, вы читаете на английском языке. Я говорю, ну, я не, ну, просто читаю, не сильно так знаю. А чем вы занимаетесь? Я говорю, знаете, я сам не знаю, чем я занимаюсь. Она такая раз так смотрит. Ну, как-то. Ну, я пастор церкви. Да, это ж так интересно. Я так посмотрел на нее. Я думал, скажи, ну, типа, она подальше. Она говорит, да, это ж так интересно. Она мне рассказывает, что это все-таки интересно. Я так на нее смотрю, так, ну, не ожидал, да, такой вещи. Я не могу понять, какие плоды моей, ну, профессии. Я не знаю, что я делаю. Ну, там, ну, рассказал вам там одно. Ну, там, пошел там к вам домой, там, вы ко мне, там. Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, вот, что вот, какие вот измерения. Ну, у меня, говорю, была мечта. Да, в детстве я мечтал о море, то есть, варьком. И когда там я церковь сделал кораблем, там был морской сезон. Но в последнее время, я когда смотрю фильмы о ресторанах, мне нравится вот такая профессия, как хозяин ресторана, а не большого. И это атмосфера, эти белые рубашки, это еда, свет. Это я просто представляю эти запахи. Я не то, что там такой гурман или обжора. Мне нравится кормить людей. Я вас сегодня накормлю. Все-таки раз. А еще никто не выходил. То есть, я вас накормлю, не в смысле только духовная пища, я вас по-настоящему накормлю. А, в этот момент я одеваю фарту. И потом я перехожу, иду в проповедь. То есть, понимаете, есть видение, есть интрига, то есть, оно все связано. У меня есть мечта. И потом, правда, они там сделали немножко неправильно, я иду уже в текст. Мы вернулись к Павлу. И мне нужны были базы. Почему я сделал эту распечатку? Потому что много-много текстов. Вот первый пункт, что я хотел, основная идея. Я сказал, что есть девушки, которые, в них один вопрос. Ну, когда? Есть там, может быть, мужчины, которые, ну, есть разные вопросы. Есть разорванные. И как можно одной проповеди ответить на все эти проблемы? Поэтому главная идея, я хотел сказать, что исцеление наше или восстановление в нормальную жизнь возможно только лишь, когда мы сможем восстановиться и развивать свои отношения с Богом. Но не только с Богом, но и с ближним. Вот почему тема о плодах идет. А плоды Духа – это контекст отношений. Там очень Павел говорит, что если вы хотите исполнить Тору Христа, то носите бремена не Торы, а друг друга. Тем самым исполните Тору Христа. В этом Тора Христа. Не в бременах, не у дома. Да, это технический термин. Помните, Петр говорил о бременах. Возьмите мое бремя, моей Торы, да? И тогда вы придете в покое. И это бремя Торы, оно легкое. Это контекст вот этот вот. Это очень иудейские тексты. Хотите исполнить Тору? Носите бремена друг друга. Это есть Тора. Это кто мой ближний, да? Или что значит заповедь? Жизвечная. Возлюби ближнего. Вот это бремена друг друга. Это есть Тора. Вы же сами об этом говорите. Поэтому нормальная жизнь, исцеление и восстановление, не только из-за у меня хорошие отношения с Богом. Нет. Нормальные отношения, это и восстановление, и восстановление отношения и с ближним. Не бывает духовной жизни. Но первое, что я хотел сказать, что источником роста, то есть вообще источником жизни, почему нам нужно эти отношения восстановить. Я сейчас не повторяю проповедь, это был другой момент. Почему нам нужно? Первый тезис какой? Я хотел сказать, что источником, нам нужно, если мы хотим восстановиться, или исцелиться, нужно вернуться к источнику жизни. Потому что источник роста есть Бог, но источник жизни есть Бог. Нам нужно вернуться к Богу. Поэтому первый мой текст был, когда Павел говорит, я использовал уже несколько сельскохозяйственных метафор, которые использовал Павел. Павел говорит, я посадил, а полос полил, да? И помните, но Бог давал рост. Поэтому не насаждающий, не значит ничего, не поливающий, но Бог дающий рост. Потом я использовал, значит, первое, я объясняю, что Бог источник жизни, роста и зрелости. Это первое, что я знаю, что мы, если мы хотим восстановиться, нам нужно поставить отношения с Богом, потому что Он дает нам жизнь, Он же дает нам рост и зрелость. Потом я использую еще одну сельскохозяйственную метафору. Я есть истинная виноградная лоза. Кто прибудет во мне, принесет много плода. Тут я уже делаю обрамление текстами. Но это я объясняю, рассказываю, рассказываю. Потом другая истина. Но на самом-то деле жизнь предполагает рост. Жизнь предполагает рост. Жизнь растения предполагает рост. Наша жизнь предполагает рост. А рост предполагает достижение какой-то же цели, который проявляется в каких-то плодах. Поэтому второй текст здесь идет, что жизнь и рост в Боге приводят к плодам. Которая способствует созданию настоящих и удовлетворяющих взаимоотношений в семье Божьей. Церкви. Вот я перехожу к плодам. Первое, что я хочу вдохновить церковь, создать хорошую атмосферу любви, служения, да? Я должен объяснить, что без осознания, что Бог есть источник жизни, этого не происходит. Но жизнь предполагает рост. А рост проявляется в плодах. Мы говорим о плодах. Потом. Ну, я там рассказываю, рассказываю, рассказываю. Ну, и последний момент. Все плоды, чтобы мы понимали, что, ну, как бы завершить первый, да, все плоды, они отображают и проявляют Божью природу. Ну, уже плоды Духа. Мы, может, сенандальный перевод Духа с маленькой буквы, но это плоды Духа Святого. Другие переводы делают Дух с большой буквы. Это плоды Святого Духа. Это действие Святого Духа в нас. Все плоды, они отображают природу Бога. Радость, мир, любовь, долготерпение и так далее. То есть, значит, в них содержится ДНК. ДНК, да, Бога. И здесь, ну, это уже как для нашей церкви. Мне нужно было, также хотел, ввиду праздника, все снова, обновить, ну, видение или понимание природы, скажем, нашей церкви. У меня есть такая фишка, у нас давно такая ДНК, Церковь Святой Троиц. Что такое ДНК? Это набор генов, да. Если плоды, растения, начнешь какой-то набор информации, ДНК, что делает церковь церковью? Набор определенных генов, да, то есть, ну, как бы генетика, это метафора. Но мы же в растениях, да, поэтому ДНК, в нашей церкви Бог. Что это значит? Это три гена. Ну, это образ, да, БОГ, то есть, Б, это Божья истина, это познание Бога, познание, ну, поклонение Богу, это все связано с Богом. О, это отношение любви, голос Евангелия. Вы знаете, плюс, минус один ген, происходит мутация страшная. Поэтому все вещи, при том, что, знаете, какая фишка с генами, или с ДНК? У нас не бывает, что за ухо отвечает один набор, то есть, в любом фрагменте нашего тела, клетки всегда один тот же набор ДНК. Поэтому в любом фрагменте церкви, в любом услужении, в каждом из нас должны быть эти все наборы. Это семья, или это личная жизнь. Тем самым, я хочу, я хотел вдохновить тех, кто занят вопросами, что вы не теми вопросами, что если вы начнете расти, вы будете жить, просить плоды, и это даст вам больше. Ну, просто я сейчас не хочу это все воспроизводить. Божья истина, общение любви, голос Евангелия. То есть, это ДНК, ну, это ДНК церкви Святой Троицы, то есть, наша ДНК. Но это, в принципе, если вы почитаете Библию, в принципе, великая заповедь, Бог, ближний, великое поручение. Ну, потом у меня есть такой фокус, как, типа, перезагрузка. Обычно это используют. Вот здесь слабо видно, здесь такие, видите, бегут. Это 25 кадр, сложная технология по зомбированию. Это шутка. И дальше я заканчиваю и так по плодам. По плодам. Очень сложный, да, ну, несколько текстов. Поэтому я сделал для того, чтобы запомнили, дал такой вот чек, если он как минимум, но он уже все равно как-то, это я вышел за рамки того, чего я сучу, да, вот сейчас. Но, в принципе, придерживаются. Есть вверху главная идея, есть тезисы, которые поддерживают основную идею, и есть основной базовый стих, который мне нужен, чтобы церковь знала. То все помогало мне создать. Ну, плюс, когда еще действуют, то есть, когда еще какое-то действие, какие-то образы, они лучше помогают. Но когда вы не используете образов, да, или там еще, то есть, ну, у вас просто устная речь, поэтому самое правильное, самое лучшее, один текст, одна тема, одно применение. Что? И один шанс, и одна возможность это сказать. Церкви там разные, да, у нас я могу, ну, как-то вы себе уже, церковь, опять же, церковь какие-то приучены к чему-то, да, я могу там с Росалом сдавиться, с залом поговорить, это у нас своя уже коммуникация, своя уже, ну, свой код, люди понимают, но не все церкви-то. А если видишь другие церкви, поэтому должен быть базовый закон, базовый закон. У себя на месте, когда мы уже церковь приучили, такому это нормально. Но я говорю о таком универсальном, фундаментальном, да, сейчас в принципе, который очень важен для хорошей, успешной проповеди, как действия, как события, трансформирующие. Понимаете, да? Есть у меня, это просто был праздник, есть у меня проповеди, которая вот как раз на все случаи жизни была, сейчас я уже не говорю, как жить жизнью сверхъестественной. Там четко три пункта, два ключевых вопроса, два и все, там можно запомнить все, то есть она упакована. Мне сейчас ее неинтересно читать, мне всегда нравится что-то такое вот, идти дальше. То есть вы можете уже жонглировать, вы можете потом импровизировать, добавлять, смешивать, но нужно с чего-то начать, с каких-то основных фундаментальных положений, коммуникаций. Понимаете, да? Итак, наша мантра, один текст, одна тема, одна библейская истина, одно применение и одна возможность. Все, все одно. Вот, ну, еще раз по структуре проповеди, да? Основная идея будет развиваться в основных частях, вот, что вот, ну, по пункту. Их может быть две, может быть даже одного достаточно пункта, но это будет разъяснение, может быть иллюстрация, какой-то пример, какой-то образ или какое-то действие, примеры жизни. А это иллюстрация, потом примеры и как это применяется и заключение. Все это универсальная форма. Так, у нас сегодня вообще это последний урок, да? А, все. Значит, завтра мы поговорим о провозглашении, о самой коммуникации. Конечно, у меня есть одна статейка по коммуникации, и вот, единственное, что, если вы хотите, там 11 страниц где-то. Я могу, если кто хочет, я могу выслать просто, прочитать. Ну, в принципе, мы завтра об этом поговорим. Хорошо? То есть, о самой коммуникации и карте, карта коммуникации. То есть, это немножко отличается от структуры и формы проповеди. То есть, карта или элементы коммуникации. То есть, хорошо? Понятно сегодня было? Конечно, это структуры, формы всегда не очень вдохновляющие вещи, но это для вас. А это будет хорошо, если, ну, используете, то есть, ну, в принципе, это тоже мой конспект. Просто я хотел, чтобы облегчить. Видите, основная идея. Спасибо.